Такой же только водостойкий. Руки тех, кто страдает от смартфонной зависимости, предлагают занять простым куском пластика. Он почти как настоящий телефон по виду, только вообще без начинки. А вместо экрана зеркальце. Потрогал, тем самым накормив свою зависимость, и живешь дальше. Энтузиасты нового проекта «Ноуфон» или «Без телефона» уверяют, настоящее счастье, когда твои друзья тебе интереснее, чем твой смартфон. Ведь умные гаджеты вызывают невероятное привыкание. В них игры, которые напоминают о себе, в них соцсети, в которые владельцы постоянно ныряют, в них почтовые ящики, руки сами тянутся. В том, что смартфоны изменили мир людей, сомнений нет. Это признает даже самое консервативное издание в мире, слова Коллинза. В прошлом году в нем появилось новое слово «селфи», то есть снятый на смартфон автопортрет. В этом добавилось слово «фотобомба», снимки, испорченные кем-то, появившимся на заднем плане. Модно засветиться за спиной политиков и звезд, чаще с улыбкой. И это новые реалии нового поколения, эпохи электронных технологий и абсолютного интернета. Моя коллега Екатерина Кибальчич разглядывала этих новых людей, прозванных поколением «Y», чтобы понять, почему их называют новой версией шестидесятников, для которых понедельник начинается в субботу. Так выглядит конец рабочего дня в креативном агентстве. Сотрудники домой не спешат. Подскажите, офис, у вас всегда тут люди у вас? Да, у нас, мне кажется, даже можно прийти в 2 часа ночи, вы обязательно кого-нибудь здесь найдете. В офисе запах кофе и цикадами равномерно звучат сигналы айфонов. Рекламщики, как молодые физики из романов Стругацких, как будто новые шестидесятники. Романтики, которым работать интереснее, чем отдыхать. С той лишь разницей, что они не ракеты строят, а сочиняют что-то вроде «поедем, поедим» и думают, как поднять продажи. Да, фантастические усилия были просто. Я думаю, что было несколько месяцев работы. Просто в какой-то момент стало понятно, что это вот та фраза, которая здесь нужна. Можете еще раз его сказать? Махеев, я думаю о том, что ты ешь. Дима Макаров, копирайтер, пишет тексты и сценарии рекламных кампаний. А его ровесница Настя Тихомирова, специалист по стратегическому анализу. В 27 лет Настя бросила работу менеджера и уехала учиться в международную школу рекламы. Вернулась заново, покорясь Москву. Мне 30 лет. В 30 лет моя мама родила меня, когда ей был 21 год. Моей сестрой, когда ей было 25. Таким образом, я сейчас, будучи 30-летней девушкой, имела бы на руках двух детей. Одного ребенка младшего школьного возраста, другого ребенка в детском садике. Мне страшно думать об этом, честно скажу вам. Я бы, наверное, совершенно по-другому смотрела на мир. И в том числе, возможно, я не совершила бы тот поступок, о котором я рассказала раньше. Я бы не осмелилась просто так обнулить карьеру. Настя и Дима – представители поколения игрок. В России, Китае или Америке социологи находят ровесников, похожих друг на друга. Причем утверждают, что такие люди на планете раньше не жили. Это поколение берет свое начало на заре 80-х. В те годы дети были хорошо защищены родителями. Их оберегали от трудностей, они послушные. В этом поколении резко снизился уровень алкоголизма, наркомании, ранних беременностей. Люди игрок думают, что являются особенными, уникальными и берегут себя для великих дел. Их еще можно называть поколением без проблем. Поколение игры хорошо было описано в известной американской статье про условную девочку Люсю, типичного представителя. Ее бабушки и дедушки – это люди, помнящие войну или Великую депрессию. Дальше родители Люси – те, кто поднимал мировую экономику, так называемые иксы. Они мечтали, чтобы их жизнь была похожа на ровный зеленый газон – символ стабильности. И для этого много работали, в том числе руками. Они разбогатели, их труд превзошел ожидания. И вот, наконец, сама Люся, выросшая на сочной траве, не знавшая лишений, уверена, что ее собственный газон должен быть особенно красив. Мои сестра, например, и люди младшего поколения, они не помнят, как это было до, что было до. И что они даже представить не могут, что может быть, что нет магазина, где ты можешь зайти и выбрать из 20 видов молока. Ты можешь зайти за одеждой и купить себе любую. Какую ты хочешь юбку, вот такую ты и купишь. Наверняка где-нибудь она уже сшита. Настя и Дима – это все-таки ранние игреки. Они же последние советские дети. Еще были октябрятами, помнят дефицит очереди, времена, когда первоклассники сами гуляли во дворе. Их же поколение всего пять лет спустя не шагнуло, а прыгнуло в новую эпоху. Сестра нигде не работает. Знаете, они считают, что можно не работать. Армия фотографов, фрилансеров, дизайнеров-любителей, волонтеров-активистов, юных журналистов, сидящих на иностранной стипендии или шее родителей – все это поколение игр, к которому свойственны мечтательность, инфантильность и готовность к приключениям. Именно это поколение подарила нам Марка Цукерберга и Фейсбук. Они через Фейсбук дружат со всем миром. Их аккаунты в Твиттерах рассказывают им о протестах в Каире или флешмобе в Лос-Анджелесе. Люди поколения Y находятся в постоянном контакте. Они не боятся быстро поменять работу и даже страну, где живут. Людям Y сейчас многое прощают. Пусть дотянувшаяся, но молодость. А вот какая будет зрелость? В этом году Лондонская школа бизнеса совместно с рекламным агентством САЧИ закончили глобальное исследование молодых работников и пришли к ошеломительным выводам. 90% из всех опросников не ожидали вообще находиться на своем рабочем месте больше, чем 5 лет. А это что-то. Вот приходят люди к вам на работу, устраиваются, и уже они через год или два уйдут. Поэтому вопрос был следующий. Как мы можем работать с это поколение, чтобы их развивать как будущие лидеры компании, если они планируют куда-то уходить? В архитектурном институте «Стрелка» учатся студенты со всего мира. Средний возраст – 25 лет. Преподаватель Дарья Парамонова ненамного старше своих учеников. У меня есть ощущение, что я как бы видела жизнь, что я знаю реальность. Они немножко тепличные. Вот давайте сделаем благо всем, и всем будет хорошо. Ну, ты со своим этим скептитизмом говоришь, что такое благо? Вы уверены, что всем будет хорошо? И тогда у них вот есть вот это вот творить добро. Особенно сейчас как бы мода на активизм существует, да? Вот это такая отдельная. Это вот тоже к ним относится. Вот. А потом как бы, ну, эта велосипедная дорожка, она вот так на улице Пятницкой начинается нигде, и заканчивается нигде. Потому что ребят, которые делают эту велосипедную дорожку, они как бы вообще в глаза их не видели. Я считаю, что каждый человек, он выдающийся и уникальный. А вы уникальны чего? Да, я говорю, все выдающиеся и уникальные, в том числе и я. Во многих поколениях по отцовской линии все были столярами, делали мебель. А у мамы в роду все прикмахеры. Но мне родители сами сказали попробовать что-то новое. Я пока хочу учиться и путешествовать. Нет, я не буду заниматься делом, которое мне неинтересно, даже за большие деньги. Я лучше уеду в Америку и стану волонтером. Видите, он заметил, что смартфон рядом, и показал, что он закрыт. Вот сейчас он открылся, можете снять. И, собственно, все. Вы сняли замок, взяли велосипед и поехали. Студент знакомит нас со своим проектом. Электронная парковка для велосипедов. Открываем замок программой на смартфоне. Это гораздо дешевле запуск и эксплуатация. То есть нам не нужно ставить станции для велосипедов. Не нужно. Говоря про эти такие раздражающие меня своим оптимизмом проекты, они на самом деле все равно двигают совершенно, казалось бы, недвижимую скалу вот этого нашего скептицизма, которым мы все заражены. То есть мы смотрим так, типа, получится у вас. Пока люди из поколения Х сомневаются, люди из поколения Игрок смело придумывают, как изменить мир. Они не индивидуалисты, готовы работать в команде и много работать, если это интересно. И главный вывод – они пойдут скорее за мечтой, нежели за деньгами. Екатерина Кибальчич, Арсений Байбулов, Надежда Каширская. Воскресное время.